Человек-паук 3 сейчас бесспорно является, пожалуй, самым резонансным из ближайших фильмов Marvel, во многом этому способствовала информация о возвращении на площадку многих героев из прежних фильмов, и в первую очередь, конечно, предыдущих версий Spider-Man. Но тогда, как вокруг Тоби Магуайра то и дело возникали новые слухи, последние из которых говорят, что Marvel пошел на все условия актера и он снова в деле, появление Андрю Гарфилда почему-то сразу было отброшено инсайдерами, и до последнего мы были уверены, что актер больше не вернется к своей самой известной роли. Ну а сейчас все поменялось. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, чтобы вы понимали, большая часть съемок третьего Человека-паука уже позади, а прямо сейчас команде фильма осталось примерно 2-2,5 съемочных месяца, после чего весь процесс переместится в студии. Само собой, что появление или не появление предыдущих Питеров-Паркеров в новинке, это, пожалуй, самый интригующий для публики вопрос. Но ответ на него постоянно держался в секрете, и даже мимолетные утечки, хоть и сообщали подробности о Тобе Магуайре, были совершенно немыми, когда дело касалось с Эндрю Гарфилда. Последнее, что мы слышали об участии этого актера, что у него возник конфликт или непонимание с боссами Marvel и авторами фильма, по причине которых Гарфилд не будет участвовать в третьем Человеке-пауке. Но что же изменилось? А изменилось то, что, как выяснилось, прямо сейчас съемки фильма проходят в Атланте, и только теперь пользователи Твиттера заметили пост одного из сотрудников службы доставки, который написал, дескать, он находится в этом городе, и только что доставлял еду лично Эндрю Гарфилду. Примечательно, что с того времени сам пост был удален Твиттером, это очень странно, но его скрины само собой остались, и геолокация подтвердила, что человек, написавший это, на самом деле находился в Атланте. После таких вот шпионских трюков тут же поползли слухи, что возможно авторам Человека-паука 3 все же удалось заманить британского актера в свой каст, но пока что просто-напросто это держится в строгом секрете. К тому же поклонники паучьей саги вспомнили недавний пост самого Тома Холланда, который в своем инстаграме сообщил, что просто в восторге от того, что происходит сейчас на площадке. Дальше цитата. Сегодняшний день был одним из самых ярких в моей карьере. Для тех из вас, кто был там, вы знаете, о чем я говорю, а для тех из вас, кто не был, вам лучше пристегнуться. Конечно, более чем расплывчатая формулировка, которая призвана интриговать читателей, но теперь с новыми деталями на нее можно взглянуть и по-другому. Ведь всем хорошо известно, каким искренним поклонником истории Человека-паука является Холланд, и конечно, встреча с легендарными исполнителями двух предыдущих версий своей роли, это действительно нечто сверхважное для актера. Как бы там ни было, пока что это лишь предположение, но тут стоит напомнить, что по предварительным сообщениям босс Марвел, Кевин Файги, как водится, рассматривает любые изменения более глобально. Поэтому он заготовил, скажем, для Магуайра и его персонажа не мимолетную роль, вроде камео в одном единственном фильме, но долгоиграющую партию для следующих частей Спайдермена. Возможно, нечто похожее руководитель Марвел приглядывал и для Гарфилда, что было бы, в общем-то, логично. И теперь, если актер действительно вернулся на съемочную площадку, то это появление всерьез и надолго может закрепить новое паучье трио. Конечно, это было бы более чем круто, но пока что ничего конкретного, увы, говорить мы не можем, а можем лишь обсудить новости и предположения в комментариях под этим видео. Пишите все, что думаете, ставьте пальцы вверх и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы впредь ничего интересного не пропускать. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.